Период отпусков совпал с третьей волной коронавирусной пандемии. Выбраться из Наринмара на Большую Землю на рейсах авиакомпании «ЮТР» стало проблематично для жителей округа. По причине нехватки экипажей из-за вспышки COVID-19 рейсы на Москву отменяются. Тревогу из-за отмены авиарейсов по маршруту Наринмар-Москва забили не только жители региона, но и депутаты, к которым они обратились. Проблема была озвучена на заключительной в этом парламентском сезоне сессии собрания депутатов, которая состоялась 1 июля. Вот картина на сегодня на 9 часов утра. Киров-Сыктывкар нет билетов до 20 июля. Архангельск до 9 июля. Москва до 10 июля. Вчера на Москву билет еще был. За 39-407 рублей эконом-класс до Москвы. Но так как вчера отменили рейсы на 8 и на 14 июля ЮТР, люди пошли сдавать билеты. Как им уезжать, они не знают. Рейсы отменили, билетов нет. Глава региона отреагировал на болезненную для жителей округа проблему. Поверьте мне, у меня ровно такое же возмущение, потому что неоднократно попадал в такие истории, когда они отменяли рейс, а у меня срывалась командировка на важное совещание. Вот ровно так же. Ну ладно, там совещание может подождать. А когда у человека плановая операция, квота какая-нибудь медицинская, и его там ждут в стационаре. Поэтому разделяю ваше возмущение, даю поручение департаменту отработать этот вопрос. Менее недели потребовалось профильному департаменту, чтобы экстренно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Причины ее и принятые решения обсудили в ходе еженедельного рабочего совещания главы региона с руководителями органов власти. Авиакомпания «Юнтер» на июль месяц отменила 6 рейсов, то есть по одному рейсу в неделю где-то там, где-то 2 рейса получилось. Это 8, 14, 19, 21, 26, 28 число. Мы направили в адрес авиакомпании за подпись заместителя губернатора Владимира Сокова письмо о том, чтобы они не отменяли эти рейсы. В случае невозможности отмены рейсов они обеспечили перевозку пассажиров на ближайшие даты, в том числе без взимания дополнительной платы и использования специального тарифа. Причина отмены рейсов авиакомпании «Юнтер» – острая нехватка экипажей. Порядка 100 человек персонала заболели коронавирусной инфекцией. В основном – бортпроводники, более тесно контактирующие с авиапассажирами. Без бортпроводников, количество которых на авиамаршруте строго регламентируется по количеству основных и запасных выходов, отправиться самолётом в полёт невозможно. И они не могут просто физически выполнять часть рейсов. Приходится признать, что ковидная реальность мешалась сегодня во все сферы жизни и бьёт по всем направлениям. По экономике, по бизнесу и, самое главное, по здоровью людей. Вот выбили такое количество экипажей у «Юнтера», что они не могут даже рейсы регулярные закрывать. Сотрудники профильного департамента проанализировали полётную карту региона в июле и вмешались в сложившуюся ситуацию. Ближайший рейс – это в Москву на 10 июля. Причём там цена довольно-таки высокая, то есть билетов мало осталось, то есть больше 30 тысяч. Остальные рейсы там 11 июля и там по Насыктывкар с 19 на Киров, с 23 на Москву, Руслайн 25 июля. Удалось договориться с Руслайном. Напомним, авиакомпания «Руслайн» осуществляет летние чартерные рейсы из Наринмара в Москву и обратно по субсидируемым тарифам каждое воскресенье. Эти рейсы были введены по более раннему поручению главы региона. Направление определили сами жители округа. По словам руководителя профильного департамента, авиакомпания готова выполнить дополнительный рейс на Москву уже в эту пятницу, 9 июля. Билет уже можно привезти. Билет будет 9 900, то есть... Рейс будет осуществлён по специальным субсидируемым тарифам. Глава региона поручил также профильному департаменту держать ситуацию на контроле ближайшие две недели и при необходимости обеспечить жителям региона возможностью вылететь за его пределы на дополнительных рейсах. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Продолжение следует...